Всем доброго времени суток. Меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Сегодня хочу поделиться с вами еще одним инструментом, которым я частенько пользуюсь и который нравится как мне, так и моим студентам. Hot English Magazine. Каждый месяц выходит новый выпуск. Здесь есть аудиотреки. Сегодня, к сожалению, так как выпуск свежий, я пока аудио не нашла, но чуть позже, я думаю, он появится, этот файл. В интернете он обязательно будет. И если вы именно настроены на лысинг, просто нужно подождать или брать старые выпуски. Где я скачала сегодня? Это был сайт Тверпикс. Я вам оставлю внизу ссылочку, тоже о нем часто упоминаю. Есть там система баллов. Когда вы регистрируетесь, вам начисляют баллы и вы можете пользоваться бесплатно всем, что там есть, скачать все, что есть в доступе. Если баллы закончились, не отчаивайтесь, не обязательно платить, не обязательно нервничать. Просто регистрируйте новую почту, нового пользователя и все опять прекрасно. Также есть ВК ВКонтакте. Я видела целую группу под таким названием. И за июль я видела и журнал, и аудиопапочку. Пока за август еще нет выпуска, хотя вот он, как вы видите, уже существует в принципе. В ВК, если вы с Украины и не можете зайти, есть еще такая программка VPN, которая помогает пользоваться всеми сейчас ограниченными ресурсами, такими как ВКонтакте. Вообще я считаю этот журнал как полноценным учебником. То есть его можно действительно брать как курсом, если вы, например, не готовитесь по УМК к своим занятиям, не берете за основу какие-то students book, workbook. Это в принципе полноценное пособие, которое прорабатывает все навыки. Здесь есть о чем поговорить, есть что послушать. Много лексики, много вокабуляра. В основном, конечно, я встречала British English, но даже вот сейчас вижу, что тема номера. Кстати, каждый номер, он как бы акцентирует внимание на чем-то одном. В данном случае у нас спорт и идиомы связаны с спортом. И я вижу американские флаги, значит больше будет American English. Так, посмотрим еще на обложку. Всегда эффектно, красиво. Что еще предлагают phrasal verbs? Есть фразеологизмы, есть грамматика, идиомы, useful expressions и еще много-много всего. Много рекламы, я тоже, вы знаете, на это смотрю спокойно. Есть какие-то представления от Editor и есть краткое изложение того, что будет в выпуске. Вот уже идет сразу грамматика. Sins in four. Целая страничка в интересной форме. Студентам будет, мне кажется, очень приятно работать с таким форматом. Здесь и комиксы, и живые фотографии, картинки. Basic English, лексика. А по теме? Так, какая была тема? Flat. И вот здесь уже даже, по сути, должно быть аудио, но я думаю, попозже я его все-таки найду. Так, вот еще про шум. Смотрите, целая страничка, посвященная шуму. Разные виды шума. И очень даже интересные идеи. Это мне тоже понравилось. Дальше TV, спорт, чат. Тоже про спорт, диалоги. Quiz. Are you a fanatic? То есть здесь, я так вижу, даже про религию много и что-то подобного плана. Опять реклама. Так, hot science. Про чай. Да, вот я пыталась даже тут вникать в эти шутки. Не все я пока поняла. Надо еще почитать. То есть все связанное с чаем и с чайничками, заварничками. Тоже интересно. Так, ниже спускаемся. Здесь какая тема? How to annoy your flatmate. Прекрасно. И даже целые интересные варианты, как его раздражать. Да, кстати, вот в каждом практически задании есть список слов, glossary, где идет слово и explanation meaning in English. Это прекрасно. Очень в легкой форме, понятной, доступной все объясняют. И я даже очень часто это задаю, как вот выучить домой в двухстороннем режиме. Я часто вам об этом тоже уже рассказывала. Дальше. Грамматика. The word to take. И смотрите, сколько всего интересного. Take и get. Это, конечно, много-много всего можно рассказать. Вот это мне понравилось. Funny product labels. То есть наклейки с разных стран к разным гаджетам и вещам, где допущены ошибки. Скорее всего, это были переводы. Я даже тут сама залипла, когда это все читала. Это реальный случай из реальной жизни. Дальше. Air guitar. Часто бывает о каких-то актерах. Celebrity stars. Тоже очень много материалов. Story time. То есть вот, пожалуйста, три разные истории. Это особенно подойдет для тех, кто любит пересказы. Или вот, как мы говорили ранее, новости пообсуждать. Или разговорить студентом. Тоже мне понравилась такая страничка. Так, это реклама. Так, надеюсь, звук у меня не барахлит, потому что часто, когда записывается экран, и я что-то двигаю мышкой, звук иногда искажается. Так что прошу заранее прощения. Вот они, идиомы. Это hot topic. Да, это самая горячая тема этого выпуска. Тоже, смотрите, с картинками, не в скучной форме. Все красиво и информации очень много. Продолжение. Идем. Целые упражнения на проработку. Вот тут даже я сегодня читала. Crank call и useful advice. Тоже вот такие. Ну, advice мне не очень понравилось. Call я тоже такой специфический английский юмор. Так что обязательно пробуйте на себе перед тем, как нести ее на занятия. Кроссворды. Тут мне даже самой захотелось посидеть, порешать кроссворды. Так, реклама. Идиомы. Идиомы всегда очень интересные. Причем подкрепляется все картинками, примерами. Это тоже очень круто. Так. Matching. Ну, здесь что-то было очень такое примитивное. Кстати, есть для разных уровней. Можно даже, по-моему, по цветам здесь как-то странички. Как-то можно определить по цветам, какой уровень вам подходит, насколько я помню. Так. Вот это мы сегодня со студенткой как раз проработали. То есть факты. Интересные факты о всякой всячине. Со всего мира. Здесь и про Ancient Egypt, и про всяких известных людей, которые впервые пересекали Атлантику. Про дельфинов, которые спят с одним открытым глазом. Я сама поразилась, сколько всего было интересного. И вот мы буквально минут 20 со студенткой, которая на уровне pre-intermediate. Которая еще немножко сложно говорить. И, конечно, еще набивается ее glossary. И мы почитали эти факты. Потом я просто закрыла этот файл. Мы работаем через Zoom. И попросила ее вспомнить все, что ей было интересно и что ее впечатлило. И она половину, хорошую такую половину, сама вспомнила и сама вкратце рассказала. То есть буквально 20 минут эффект налицо. И она сама на эмоциях это все тоже запомнила. И сказала, что обязательно расскажет своему мужу и своим детям. И вот есть тоже, как обычно, glossary. Есть, что здесь подучить. Домой я дала еще раз поработать с этим совсем. И на следующий раз проверим, как все застряло. Так, дальше идет вокабуляр по теме mobile phones. Смотрите тоже, сколько всякой интересной живой лексики. Тоже актуально, особенно для наших молодых студентов. Так, тоже про мобильные. Дальше идет тоже такая целая подтема. А еще про мобильные, кроссворды, предложения, комиксы. Здесь у нас London on Film. А, здесь о том, как Лондон появляется в разных фильмах, сериалах и других вещах. Тоже я тут немножко так мельком просмотрела. Так, Clever Criminals. Тут, по-моему, про какие-то известные. Вот тут я не читала, не буду врать. Тут надо посмотреть, о чем. British Bar Chat. Диалоги. Явно, что можно будет слушать. Quickly News. Это тоже как дополнение к нашим предыдущим двум видео, где мы говорили о ресурсах, о том, как можно почитать новости, пообсуждать их. Вот тоже четыре коротких статьи. И вот это мне тоже нравится. Слэнг. Причем, смотрите, есть формальный, есть relaxed и есть informal. И здесь хорошие примеры. И мне очень-очень нравится, потому что часто встречается то, что вообще нигде никогда не слышал. Идиомы, связанные с птицами. То есть всегда как-то объединяют одна тематика. И вот в данном случае это были птички. Смотрите, сколько идиом целая страница. Потом phrasal verbs. Stick. То есть тоже все фразеологизмы, которые базируются на слове stick. Круто. И тоже с картинками. Дальше. Fluency practice. Ну, тут я пока еще не разобралась. Это какая-то новая страничка, потому что я давно сюда не заходила. И есть ответы. Обязательно вот все в конце журнала для помощи учителю. Вот такой вот ресурс. Напишите, пожалуйста, знали ли вы о нем? Как часто вы им пользуетесь? Нравится ли вашим студентам? Потому что у меня на разных вековых категориях работает одинаково хорошо. И вот как сегодня даже показала занятие, это эффективно, быстро, интересно, на эмоциях, с свежими какими-то впечатлениями. И даже я много чего нового для себя узнаю, когда работаю с этими материалами. Всем спасибо за внимание. Как обычно, жду обратной связи в комментариях. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!